В 1980 году меня приняли организовать конструкторскую группу на базе Дворца Пионеров. У меня была возможность на заводе брать неликвиды. Нам с удовольствием главный инженер в этом деле оказывал всегда помощь. С деталями было у нас нормально. Снабжение было неплохое. Две группы у нас было по 30 человек занимались. Поначалу мы занимались именно конструированием. А потом, так как я занимался на двух радиостанциях, у А4КВБ, это радиостанция ДОСАФА. И, значит, когда я работал еще в институте механическом, там у нас была радиостанция ВА4В... ВАР... ВАР, да, по-моему, так. ВАР... Да, значит, на этой радиостанции работал. Там у нас в основном был студенческий коллектив. Работали студенты. И, значит, меня тоже это дело заело. Думаю, а почему бы там не делать радиостанцию в радиостанции Пионеров? Ну и начали тихонечко этим делом заниматься. В первую очередь мы, значит, что у нас было, у нас был приемник Р-250, значит, приемник Р-250, мы решили к нему сделать, значит, ну как, типа, возбудитель, да, возбудитель. Значит, собрали этот возбудитель, можно сказать, и ребята помогали, кое-какие вещи мы делали, значит, совместно. Ну, простые платы я давал ребятам делать, значит, то, что посложнее, делал сам. Сделали мы этот возбудитель, значит, у нас все это хорошо получилось. Выходной каскад сделали на лампе ГУ-29, значит, на фотографии это у нас сохранилось, есть вид, значит, этого первого комплекта радиостанции. Затем, значит, мы стали делать транссивер лопавка УА-4, УА-1ФА. УА-1ФА работал здесь. А, все работают. А, то есть вы начали с УА-1ФА? Понятно. Ты начинал с УА-1ФА? А еще как? УА-1ФА мы тоже собирались с ребятами, активно я тут участие принимал, выводил Селезнев, Зиатов, Нафис, помогали делать платы. Собственно. Значит, ну мы его собрали успешно, у нас все получилось, у нас выходной каскад был на лампе, по-моему, ГУ-50, да? А он упал со второго этажа лопавок, ты помнишь это? Когда ты поставил его сушить на окошко и ветер подул, еще на 160 который лопавок был. А, так это ерунда же. Ну что? Он все равно упал со второго этажа. Но зато я узнал самое главное, что краска должна растекаться. Потому что Виктор Пёдорович тогда какую-то краску купил, которую можно хоть как покрасить, но она растечется ровно. Помнишь? Специально краску покупал. Вот это завод. Город рулит. Так, дальше, значит, у нас, значит, когда мы, мы долго работали на УА-1ФА, на этом транссивере, немножко его модернизировали, потом туда встроили телеграфный ключ, это я хорошо помню, 4 ячейки памяти там было. Далее, далее, значит, мы, по-моему, стали заниматься Мясниковским этим трактом, значит, Мясниковский транссиверный тракт сделали его, значит, но вот на нем, я не знаю, вы работали или не работали, значит, кто у нас работал на Мясниковском, не помните? Я не работал обычно. Я тоже не работал, мы как раз уехали в армию. А, вон как? Ну, вот 3ДИ сделали тогда. Вот 3ДИ стоял, да. 3ДИ сделали на транзисторах который. Угу. Транзистор вариант. Ну, вот так вот мы и работали, можно сказать. Вот у нас такое было начало. Наверное, все пока. А я расскажу, как все началось у меня. В 80-м году я переехал в Металург из Бумаша. И попал... Слушай, извините, сейчас все говорят, поэтому у тебя будет практически... Ваня, потише немножко, давайте я вам расскажу, давайте я вам расскажу, как я сюда залетел. Я переехал жить в Металург из Бумаша. И меня взяли под контроль наши органы. И в милиции меня остановили и сказали, ну что, либо ты устраивайся куда-нибудь в кружок, либо мы тебя отправим куда-нибудь в другие места. И милиционер, я помню, вот участковый по делам несовершеннолетних, привел меня еще с одним человеком, пальцем показывать не буду. Но нам сказали, что в течение недели нам надо устроиться в какой-нибудь кружок. И вот этот человек привел меня вот туда, и мы стояли, а там такой большой список был, вот не поверите, по этому зданию были места, где были свободные комнаты, вообще не использовали, вообще. Только-только еще сдали вот этот комплекс, и были комнаты, которые не использовались. Нам принадлежали вот эти, вот это вот, вот это помещение все принадлежало радио кружку. Все, полностью, вот все эти три комнаты, четыре. Вот когда мы пришли с Вовчиком, мы список посмотрели, и там на списке такой большой список, и решили, а как вроде пойти-то. И решили, чтобы время зря не тратить, пойдем с двух сторон. Он пошел с буквы А, а я снизу алфавита пошел. И в конце концов, а нет, я пошел сверху алфавита, потому что я астрономически ходил, археологически ходил, еще какой-то кружок. И потом мне Вовка подходит и говорит, ну что там, выбрал? Я говорю, да ерунда, говорю, про землю всякую рассказывают, про мамонтов, ничего интересного нет. В туристический какой-то я пошел, и он мне такой, а пошли в радио. Я, говорит, в радио сходил, там приемник делал, а уже время прошло, уже не первое сентября. Я прихожу, он говорит, я тебя там познакомлю с преподавателем, я ему все объясню. Рябов был, Александр Федорович, преподавателем. Но я к нему пришел, Вова такой говорит, вот из моего класса мальчик хочет в радио кружок ходить. Тот такой, а как я его в радио кружок-то возьму, если мы уже начали паять, а он-то ничего не умеет. Я, говорит, его научу. Он мне, Вовка мне показал, как зачищать эмалированный провод, как его облуживать, как его потом скручивали мы и облуживали. И надо было, чтобы вот облуженный провод был такой чистый, чтобы никаких кусочков не торчало. Я, короче, все это сделал, а Вовка уже в это время паял приемник. Приемник я, как сейчас помню, был на трех транзисторах. Вот. Этот приемник я тоже собрал, и у меня он заработал. И у меня так хорошо. А вторую вещь, которую мы начали делать, ты помнишь, Вовка? Нет? Нет. Мы делали радиомаячок. Радиомаячок. Вторую вещь после детекторного приемника делали радиомаячок. И вот ходили в радиокружок, все нормально, нормально. В пять часов занятие заканчивается, и какой-то лысый мужик, я не буду показывать на него пальцем, он недавно только ушел. Проходит сюда, комнату закрывается, поздоровается и закроется, поздоровается и закроется. Из комнаты пик-пик-пик-пик. И мы потом один раз посмотрели, дверь незакрытая, и к нему пришли, а он такой у нас... Я вот сейчас вот это помню, как первый раз Виктор Федорович нас на радиостанции, именно на радиостанции, он на нас посмотрел. Вот мы такие маленькие мальчики были, он на нас посмотрел и говорит, здравствуйте, мальчики, здравствуйте, мальчики, вы что здесь интересуетесь, а что вы здесь делаете, я спросил. Он такой, а я здесь радиостанцию делаю. И вот он тогда нас первый раз дал послушать приемник. Но я сейчас вот помню, что первый раз я слышал, я даже не понимал, о чем люди говорят. Потому что непонятно было, вот надо же настроить самому под свой звук. И вот потом уже мы начали к нему, после занятий в конструкторском кружке, мы ходили к нему на радиостанцию. И вот первую связь, первое наблюдение, все у него провели. Я помню еще момент, когда умер Леонид Ильич. Вот тогда было табу никому на радиостанциях не работать, но так хотелось послушать. И мы тихоря, тихоря пришли с Волкой и слушали всю ночь и днем, слушали эту радио. Здесь Голос Америки был, мы слушали Голос Америки, что говорит Голос Америки про смерть Леонид Ильича. Вы что, не глушили Голос Америки? Глушили, но мы же, знаешь, мы же могли перестраивать радиостанцию. Помнишь это? Как-то, как Тедорович, по-моему, говорил, что на МЗ сегодня что-то произошло, какой-то взрыв там еще, чтобы там, ну, какой-то экстракл случай, мы тут же прием включаем, и радио свободы. Нет, не на МЗ это было, а это было в Сарапуле. В Сарапуле. В Сарапуле. В Сарапуле взорвался газ. Бытовой газ взорвался. Он взорвался, и тот, по-моему, Виктор Тедорович сказал, что там в Сарапуле газ взорвался. Никто не знает, ни в СМИ, ни в день ничего нет, и только Голос Америки может рассказать, что там взорвался газ. У нас в Металлурге газ взорвался, Голос Америки в случае говорит. Это самая такая достоверная информация была в то время. В соседнем районе никто ничего не знал? Да. В соседнем районе, в городе никто не знал, а Голос Америки знал. Вот это было, в то время я это помню, а сейчас вот Голос Америки... Слушай, а кто их информировал, на самом деле? По интернету, как обычно, все, они в облако скидывали всю информацию сразу же. В 80-м году. Конечно, конечно, там так и было все. Да, действительно. Все сидели в инете на площадках своих, и сразу же, опа, только выскакивает какая-то информация. Один раз ее в облако, да? Помнишь, Саша, в 80-м году? Я прослушал начало, но... В 80-м году был взрыв в этом, в Сарапуле. Слушай, честно не помню, вот... Газ взорвался бытовой. И мы потом по радио слушали, Голос Америки уже передавал, что... Может быть, может быть. А там еще было, в школу занимались какие-то террористы, тоже так же было. Это я тоже помню. Ба-ба-бам! Тебе слово! Сейчас, я... Товарищ Маузер! Что? Могу. Самое светлое воспоминание, это детство. Кстати, вот Раф рассказывал про то, что я его сточил в радиокружок. То, что я уже паял какие-то вещи, а он только-только пришел. Самое смешное сейчас, ну и тогда стало, такие банальные смешные вещи. Я говорю, Раф, приходи, я тебя научу делать платину. Ну, вырубаетесь, о чем я? То есть, нужно было делать плату. Я не знал, как это произносится. Я думал, это платина. Раф, придешь, сделаем платину, попилим ее, и все. До сих пор, как бы, мне это улыбает. Первый детекторный приемник. Это что-то с чем-то. То есть, это катушка-диод, в принципе. И это все работает, и это все слышно. Это фантастика. Я думаю, что современное поколение, наверное, даже не знает, что такое детекторный приемник. Принципиально. То есть, они не понимают, что можно просто намотать катушку, поставить просто диод, и из этого какой-то звук выйдет. Это было забавно. Радио, очень, как бы, тоже очень интересно все. Из воспоминаний, очень помнится, Виктор Федорович наказал нам закупить, закупать, выкупать, там, не знаю, как это, не помню, когда по почте присылали газетки и журналы, раньше такое было. Патриот Батковщина газета. Это жесть. То есть, сейчас, в эпоху патриотизма и Украины, как бы это не сильно звучит, но тем не менее, мы выписывали газету Патриот Батковщины. Там были все, все свежие новости, радио, все, что связано с радиоспортом, с радиопередачей, с трансляциями, это было что-то. Я выписывал, несколько лет выписывал, следил за этой газетой, по-моему, там даже мой позывной появлялся. В общем, было интересно. Да, на всякий случай тогда представлюсь. Зовут меня Александр Гермалаев. Я жил, мы переехали с центральной площади вот сюда, на Горького 164, где магазин подарки. Соответственно, когда дворец пионеров, как раз заканчивал строиться, поэтому для меня дворец был дом родной. Я тут тусовался по всяким разным кружкам, где только не был. Больше всего я времени, конечно, провел в астрономическом кружке. Астрономия меня как-то больше всего, больше заинтересовала. Хотя здесь, то есть я ходил в астрономический и в радиокружок. Поначалу, как раз где-то с 80-го года, собственно, и паял, потом участвовал во всяких разных конкурсах. В том числе были конкурсы пайки. Да, и даже какие-то места там по городу занимал. В общем, смешная история. Соответственно, здесь, когда появилась радиостанция, я тоже в этом деле участвовал. Участвовал каким образом? Я телеграфный ключ так толком и не освоил, к стыду своему. Я разговаривал. Ну, разговаривал не только по-русски, но и по-английски немножко. Поэтому, ну, мой опыт немножко пригодился. В том числе на соревнованиях удавалось как бы участвовать. Самый смешной, конечно, со мной случай был на соревнованиях, когда мы ходили в басап. Тут передатчик был слабоват. Были всероссийские соревнования, контест. Я уже сейчас не помню, какой это был год. Наверное, 81-й или 82-й. Ну, где-то так. В общем, суть такова. В те времена нельзя было общаться с Израилем. А я установил ЛДХ с Израилем. И тут врубается Крэнкель. Это московский радиоклуб. Так что у меня там, ну, там, естественно, несколько человек на радиостанции стоим. У всех ушей вянут от громкости сигнат, от уровня сигнала. Говорит, вы что тут с Израилем разговариваете? Пришлось как бы вычеркнуть, то есть этот ЛДХ не зачли. И тогда в соревновании. Это был, пожалуй, самая смешная история с радиолюбительством у меня. Строил свою радиостанцию. Так как жил над магазином подарки, то, соответственно, там растянул антенну свою домашнюю. Пытался работать на 160 метров. Но тогда там было совершенно пусто. То есть откровенно был пустой эфир в те годы. И поэтому как-то интерес быстро угас. Потом я занимался астрономией. Потом в научном обществе учащихся очень много провел. Времени тоже во дворце все тусовался. В фотокружок ходил. То есть я тут был очень... Всем, чем было можно заниматься после школы. Потому что родители на работе. Это сейчас как-то все по-другому устроено. А раньше же как? Ну, то есть после школы ребенок предоставлен сам себе. И поэтому, что хочешь, то и делай. Соответственно, ну, чтобы совсем не шляться по дворам. Ходил сюда, во дворец. Поэтому это вот у меня долгое время. Масса увлечений. И приятно, конечно, вспомнить здесь снова побывать. Вот. Примерно такая моя история. Да, я получил даже свой позывной. Честно, не помню уже. Столько лет прошло. И как-то я потом все это забросил. У меня потом были более яркие увлечения. Особенно компьютерные. То есть я потом был и программистом. Собственные программы писал. Помогал взламывать программы в свое время. Потому что, ну, был же этот куком. То есть нельзя было американские продукты поставлять в Россию. Ни компьютеры, ни программы. Радиозавод. Надо же было как-то печатные платы разводить. Поэтому он помогал им, да, в свое время. Потому что программирование, в том числе на ассемблере. И понимание железок, которое у меня началось, да. Железки у меня начались, наверное, все-таки от моего отца. Меня всегда родители припоминали историю. Когда я в детстве, там, не знаю, год был мне или два. А пока родители сидели на кухне, я разобрал у отца светомузыку. Которую он там собирал на лампах. А я ее разобрал. Отец очень переживал. И это мне потом родители припоминали очень долго. Тоже была смешная история. Поэтому тяга к электронике у меня была. А потом появилось понимание, как всем этим управлять с годами. Так что вот. А теперь, соответственно, занимаюсь интернетом уже 28 лет. Фактически занимаюсь интернетом и проектами вокруг него. Меня зовут Варганов Михаил Владимирович. Занимался на радиостанции. И тогда еще РК-4 в Овоща с 90, сейчас выясняю, 91-го, наверное, года. В 95-м году стал руководить радиокружком. Сразу же так исполнилось 18 лет. Первая запись в новой книжке, это запись дворца пионеров. Руководитель радиокружка. Руководил радиокружком до 99-го года. Практически все время обучения в ВУЗе. Было, конечно, сложное время. Трудно было в те годы и ребят набирать и в материальном плане. Основной задачей видел, как сохранение традиций, сохранение преемственности, сохранение материально-технической базы кружка. По возможности старались поддерживать все в работоспособном состоянии. То есть, что транссивер работал, несмотря на сложности, регулярно выходили в эфир, участвовали в соревнованиях, получали даже позывные ребята. Вот как раз в это время получили позывные УА-4, УАЮТ-А, УАЮТ-Б, УАЮТ-Ц. Те, кто сегодня пришел. Многие ребята уходили в армию, обязательно всех провожали в армию, писали письма с фотографиями, поддерживали связи в армии. После армии встречали, ребята приходили к нам. Первый, можно сказать, первый визит после армии, наверное, после дома сразу же был к нам. Ну, в связи с тем, что я ушел в медицину, закончил я медицинский вуз, сейчас продолжаю работать в медицинской академии нашей, преподаю на кафедре, на хирургической кафедре. В связи с этим передал бразды правления Чернову Павлу, тогда еще Паша, пришел, кстати, привел его в Дмитрий Молчанов, УА-4, УАЮТ-А. Вместе они пришли, изъявил желание Павла заниматься на радиостанции, ну и потом оставил я его как своего преемника, а в последующем он продолжил работу и уже, я думаю, сам про это все расскажет. Очень было интересно, самые хорошие воспоминания про радиостанцию, про наш коллектив, про наши походы. В общем-то, много всего и сейчас ребята вспоминают. До сих пор 30 лет прошло, как мы антенну ставили, как мы связи проводили, как в поход ходили. В общем-то, дружба сохранилась до сих пор, 30 лет уже прошло. Больше даже помним и общаемся, и поддерживаем контакты. Очень рад, что радиостанция сохранилась, продолжает. Не только сохранилась, но и вот сейчас смотрю на материально-техническую базу, что рядом, конечно, в 90-е годы, если бы нам сказали, что будет вот так, мы бы, наверное, как это мы из будущего фильм, мы бы не поверили. Потому что, ну, что тут было? Квадраты у нас были, один трансивер был, Владимир Быков, который ТС-830С Кенгу. ОА-1ФА стоял старенький, ОА-3ДИ стоял. Ну, тем не менее, тем не менее, все работало, все было бы в обетоспособном состоянии. Смогли приобрести осциллограф, сделали замеры по СЭС, подтвердили, что наша радиостанция безопасна. В общем-то, можно общаться, можно работать, можно заниматься совершенно безопасно для здоровья. Тоже документы эти есть. Ну, и, в общем-то, вот так. Хорошо, что сейчас нас снова собрали, все вместе мы собрались, есть о чем поговорить. Я думаю, не последняя встреча. Спасибо настоящим руководителям, Павлу, что занимаются, что ребята сюда приходят, молодое поколение есть. Наверняка они смогут потом, через 30 лет, сказать то же самое, наверное, про сегодняшние годы. Как все пойдет, как изменится. Ну, а мы, думаю, постоянно будем связь поддерживать и приходить. И, я думаю, все еще будет продолжаться. Рудиус Сергей Юрьевич пришел на радиостанцию в 89-м году и до 95-го года здесь занимался. В 95-м ушел в армию, далее уже прекратил, так сказать, данное мероприятие. Что хочется вспомнить из прошлого. Очень хорошо помнится, когда пришел. Пришли, сидели вот в соседнем кабинете, сперва пришли нас до трансиверов, до радиосвязи не допускали немножко, так сказать. Сперва сказали, парни, научитесь. Радиоприемник R250, здоровый. Вы, говорит, сперва научитесь слушать, потом начнете разговаривать. И вот сперва мы слушали нормально, отправляли карточки свои наблюдательские и в последующем уже непосредственно начали работать. Очень хорошо еще запомнилось, может быть, хотел чуть-чуть в сторону отойти от всего этого прочего. Вова Быков, когда вот у нас здесь был немножко, так сказать, коллектив держался очень сильно. Здесь было не только именно радиостанция. У нас проводились соревнования по футболу. Каждый год мы обязательно выходили. 23 апреля мы выходили в лес. У нас брали с собой мяч футбольный, волейбольный, там сосиски жарили полностью. Вся компания выходила. И реально жили, можно сказать, как одна семья. Вот это мне очень хорошо помнится. И спустя многие годы вот встречаемся с некоторыми, скажем, определенная группа лиц, там 5-6 человек. Мы стабильно каждый год встречаемся. То есть поддерживаем всегда данные. Кому-то когда-то надо, помогаем. Вот, если так, кратко, в принципе. Здравствуйте, меня зовут Макшанов Денис. Вот он я. Прекрасно видно. Да, прекрасно видно. И здесь вот еще тоже я. Ну, а то вдруг кто сомневается в самом деле. Ну, да. Так он еще сел. Значит, я пришел на станцию, по-моему, в 89-м году, в начале сентября. Зашел в это помещение. Я был со своим одноклассником. Мы заходим в это помещение. Здесь вот на этом месте сидит чувак. И говорит, привет, заходите. Садитесь. Он сидит за радиостанцией. Тут был трансивер. Что-то говорит. Ему что-то отвечает. Такой антураж. Такой мистический. Такой все как-то. Тут радио работает. Тут какое-то оборудование такое. 89-й год. Никакого компьютера. Никакого интернета. Радиоаппаратура стоит. Я такой сижу и какие-то карточки висят, которые я никогда в жизни не видел. Как-то они по-другому выглядят. С иностранными буквами. И это оказался Быков наш, Владимир Максимович. И вот он связь закончил. Поворачивается к нам и говорит, так, ребята, вы куда записываетесь? Я сказал, вы, говорит, в радиокружок или на радиостанцию? Я почему-то сказал, на радиостанцию. Я не знаю почему. Вообще-то шел в радиокружок. Он сказал, радиостанция. А ну все, значит, вы сюда пришли по адресу. И он меня спрашивает. Назови, говорит, мне страну. Любую. Я начал назвать страну. И он мне начал показывать карточки. Из Африки, из континентов. И оттуда карточки. И оттуда карточки. Я сижу, думаю, ё-моё. Это 89-й год. Когда не было ни интернета, ни ничего. И, в общем, вот этим он нас как бы срубил. Выражаясь фигурально. И все, я начал ходить с 89-го года. Пару лет или три года я походил. И до сих пор вот мы общаемся. Добрый вечер. Зовут меня Денис Саидков. Занимался я на данной радиостанции с 95-й, с 91-го по 95-й года. Хотел бы вкратце сказать всем спасибо. Особенно нашему руководителю, Вадимиру Выкову, за то, что дал нам шанс реализовать себя в чём-то, да, научиться работать руками, скажем так, где-то головой. Ну и это в ходе того, что как небольшая школа жизни даже тоже в этом заключалась. После армии, к сожалению, путь жизненный поменялся. И ещё раз спасибо Быкову за то, что нас сегодня здесь собрал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok